Игромания представляет Футбольный симулятор Тогда серии не было равных по игровому процессу и продажам Сейчас в это сложно поверить Особенно после неудач на прошлом поколении консолей PS сначала не мог достойно включиться в гонку сетевых режимов А переход на новый движок дался ему настолько тяжело, что это аукается игре до сих пор В последнее время уже FIFA диктует условия игры Сингловые режимы с каждым годом теряют свою перспективу Основные баталии сейчас разворачиваются в мультиплеере Именно за него и взялись разработчики В прошлом году в PS появился свой Ultimate Team Режим под названием My Club Но он был сыроват, страдал от мелких проблем и шероховатостей Зато в новой части большинство ошибок свели на нет Теперь не приходится ждать оппонента минутами А матчи больше не прерываются внезапно из-за ошибок игры Сыгранность футболистов или так называемую химию сбалансировали А может мы к ней привыкли и она уже не кажется такой мудреной То, что футболисты со временем начинают лучше друг друга понимать Адаптируются к тактике и предпочтениям тренера Это выглядит реалистично Понравился My Club не всем Потому что в этом режиме очень сложно собрать клуб только из тех игроков, из которых хочется Контракт с каждым футболистом подписывается через агента Но кого он выберет — чистая случайность До сих пор солидная часть аудитории не имеет стабильного доступа к сети Или предпочитает по старинке играть за любимый клуб в качестве тренера Их приятно удивит местная карьера Мастер Лига, у которой обновился дизайн Также в карьере появилась возможность аренды футболистов с последующим выкупом А у самих игроков теперь есть роли, почти как в менеджере К примеру, футболист с задатками лидера после нескольких матчей в роли капитана Будет положительно влиять на настрой своих товарищей FIFA обычно разыгрывает красивое и динамичное представление и поощряет скоростной футбол А вот PES 2016 немножечко про другое Это игра про полный контроль Pro Evolution Soccer куда более медленный и вдумчивый И за этот реалистичный стиль ему всегда прощались вымышленные имена игроков и названия клубов К которым приходилось прибегать в силу отсутствия лицензий Впрочем, в новой части темп не на шутку вырос Но многое по-прежнему строится на индивидуальных стычках футболистов и игре в короткий пас Передачи на ход и забросы за спину защитником почти не работают Здесь никто не помогает, не корректирует траекторию, партнеры по команде страхуют меньше Научиться контролировать мяч в PES значительно сложнее, чем в FIFA Но когда всем этим овладеешь, ощущения от игры будут уже совершенно иные В PES 2016 очень к месту пришлась новая физика поведения футболистов Теперь столкновения на поле происходят еще органичнее Еще больше параметров влияют на исход В первую очередь это данные самих игроков Впрочем, это отнюдь не значит, что сильный атлант обязательно выиграет дуэль у юркого ловкача Новые способности вратарей, напротив, вызывают в основном нарекания Галкиперы, конечно, научились многому и зачастую выручают с ошламляющей филигранностью Но чем ниже уровень вратаря, тем чаще он дремлет на посту и становится причиной проигрыша Pro Evolution Soccer пока не хватает индивидуальности во всем, кроме игрового процесса Она повторяет FIFA во всех режимах, выглядит и управляется по-своему, но вчистую проигрывает в плане громких имен PS показывает себя в полной мере лишь тогда, когда начинаешь изучать игру и использовать все ее возможности Вот тогда становится ясно, что эта серия воссоздает самый детальный, самый сложный и самый правдоподобный футбол PS совсем не идеальна как игра, но как симулятору ей нет равных Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова